Травмоопасный аттракцион. К чему приводит халатность предпринимателей? Забава на 4 миллиона. Новое судно на Белаярском водохранилище. Поселился у вечного огня. Щекотливая ситуация строителей 4-го блока. Здравствуйте! В эфире программа «Детали дня» в студии Данил Калюшевский. Своё утро жители улицы 9-го мая начали под песни военных лет. Сегодня в 10 часов утра у обелиска славы прошёл митинг, посвящённый Дню памяти и скорби о погибших во время Великой Отечественной войны. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооружённые силы атаковали границы Советского Союза. Ветераны, в чьих глазах застыли кадры этой войны, до сих пор помнят обращение Левитана. И вздрагивают, вспоминая, что следовало за этими словами. Ужасная война. Сколько жизненного несла. Сколько людей пострадало. Детей. В конслагерях. Везде. Зоя Павловна знает о войне не понаслышке. Это тяжёлое время пришлось на её юные годы. Вместо того, чтобы пойти в 10-й класс, она взяла в руки бинты и зелёнку. К ней поступали раненые солдаты. На глазах умирали молодые и старые. Женщины и мужчины. А гимнастёрка, которая ей досталась, была с отверстием от пули в области сердца. Так и проработала медсестрой в военном госпитале до самого конца войны. Хочется, чтобы в мире было спокойно. Не как сейчас. Сейчас очень неспокойно будет. Хочется, чтобы все люди сознательно подходили к жизни. Доброту выявляли. Почтили память погибших представители администрации, военного комитета, общества ветеранов, творческие коллективы и другие. Маленькие зареченцы тоже пришли сегодня к обелиску. Сегодня был день скорби и день, когда началась льна. Мы сегодня пришли почтить камень, падать за гвездиками. Закончился митинг возложением цветов к вечному огню и торжественными залпами автоматной очереди. Приятно было смотреть, что в этот день здесь, в Заречном, в одном строю стоят и ветераны, и люди среднего возраста, и молодежь. Очень бы хотелось, чтобы эта память оставалась на века. Не на одно поколение, не на два, не на три поколения, а на те века, на тысячелетия. Чтобы мы знали, какие подвиги совершали наши деды, прадеды, про-отцы. Полностью знать историю нашего государства. Виолетта Щапова, Антон Коряков, Иван Козырев. Детали дня. Травмы вместо развлечений. На одном из городских батутов пострадал ребенок. Во время игры аттракцион вместе с девочкой унесло ветром. В результате падения трехлетняя Дарья Митро получила ушибы. Подробности в сюжете Алины Малаяновой. Прыжки на батуте у трехлетней Даши были любимым развлечением. Теперь девочка боится даже подходить к аттракциону. 18 июня батут рядом с одним из торговых центров для нее превратился в опасную ловушку. Внезапно подул сильный ветер и он унес этот батут вместе с моим ребенком. Ребенок там кувыркался в нем, кричал, плакал. Мы пытались остановить мужчину этот батут. И вот в результате он прокувыркался метров 30 и ребенок просто вылетел. Николай Семцов единственный, кто пришел на помощь Наталье. Вместе они пытались остановить злополучный аттракцион. На этом же батуте несколько минут назад прыгала его внучка. Мужчина испугался, что и она пострадала. Смотрю уже днище вот так и батут туда к забору крутить ветром. Я пешу, потом подбегаю к батуту, скричу Алинка, Алинка. Не шевелится, ну думаю, все. А потом женщина говорит, так ваша девочка в маленьком батуте. По словам очевидцев, продавец билетов на аттракцион даже не пыталась помочь. За всем происходящим она спокойно наблюдала со стороны. Даже на просьбу Натальи вызвать скорую помощь ответила отказом. Нет, не помогла не вызвать скорую, не дала контакты, чей это батут. Удалось выяснить, у нее ничего. Первую помощь девочки оказали только в медсанчасти. Туда мама с дочкой отправились сразу после инцидента. Но скорая выяснилась, в результате падения девочка повредила руку и получила ушиб головы. Отлетел один батут. И что случилось дальше? Я прямо локотьем стукалась. Хотела маму поймать, а он вырывается. Он такой тяжелый. Сразу после случившегося Наталья написала заявление в полицию и прокуратуру, а также обратилась в отдел по защите прав потребителей. В деле обещали разобраться. Уже на следующий день батут с места происшествия исчез и до сих пор не появился. Алина Мулоянова, Антон Коряков, Иван Козырев. Детали дня. По последней информации, стороны этого конфликта пришли к примирению. Подробности смотрите в следующем выпуске программы Детали дня. Уже несколько дней столбик термометра в дневное время не опускается ниже отметки плюс 30 градусов. Духота в помещениях и на улице. Вооружившись прохладительными напитками, наша съемочная группа выясняла, как горожане справляются с жарой. А как вы спасаетесь от жары? Кепочкой, очками, только так. Покупаем воду. Да. Холодную. Мороженое покупаем. Водой споласкиваем, селе холодной, квас пьем. Душ принимаю, если дома. Ну, сижу пока саму жару, пересижу где-нибудь в тени дома. Вот так вот. В воде только, больше никак. Первый раз только вышли на природу. Купаться будем. В тени. Дома. Под водой. В душе. Сляпы одеваем. Невозможно. Я отлично переношу. Нормально. Сквер Победы на время стал домом для работника строящейся атомной станции. Человека, уже несколько суток сидящего на лавочке, заметила жительница Заречного Нина Чебакова. По ее словам, мужчина не ест, не пьет и никуда не уходит. Целый день смотрю, мужчина сидит. Ну, местные бомжи, вот они сидят, вот они сидят. Они к нему не подходят. Он к ним не подходит. То бишь, он не пьет. Я не вижу, чтобы он курил. Я не вижу, чтобы он пил, чтобы он ел что-то. Зареченка Нина Чебакова за незнакомцем наблюдала несколько дней. Наконец, не выдержала и решила обратиться к нам в редакцию. Выяснилось, мужчина не местный. В Заречене приехал из Туринска на заработки. Устроился на четвертый блок, штукатуром, маляром. Однако, с первых же дней у Владимира не сложились отношения с рабочей бригадой. После драки мужчина решил уйти с работы. Теперь он практически всю неделю сидит вот на этой скамейке. Уехать не может, нет денег. Вся надежда на родных. Они должны оформить перевод. Но случится это только через пять дней. Здесь я кому обращусь? Никого я не знаю. Я еще удивляюсь, что у него вот все это целое. А это я сейчас только положу, потому что вещи я в лесу спрятал. Но я смотрю, что в крае не было. Тоскать. У веловоров началась сезонная охота на двухколесный транспорт. За последний месяц в Заречном было угнано порядка десяти велосипедов. Все они были оставлены без присмотра. Гражданам хотелось бы обратиться, чтобы не оставляли у нас свои велосипеды в подъездах, во дворах, даже ненадолго. То есть этим самым они зачастую провоцируют сами преступника на совершение хищения. В полиции говорят, велосипеды пропадают как у взрослых, так и у детей. Причем для угона преступникам достаточно всего несколько минут, пока владелец ненадолго отлучился. Не спасают транспорт даже специальные замки. Чаще всего воры знакомы с системой их разблокировки. Хищению подвергаются также и мопеды. Их угоняют прямо со двора. В полиции рекомендуют ставить транспорт в гараж, по возможности устанавливать во дворах видеокамеры. На этой неделе состоялось первое заседание общественной палаты. Для начала представители общественности решали исключительно организационные вопросы. Напомним, целью создания палаты является налаживание взаимодействия органов местного самоуправления и общественности. Этот орган был создан по инициативе Василия Ланских. Он же назначил и утвердил основной состав. В него вошли 10 человек. В основном это юристы, работники БС, индивидуальные предприниматели, представители средств массовой информации, а также культуры. В течение следующих двух недель уже утвержденные члены общественной палаты должны сформировать ее полный состав. То есть выбрать еще 10 человек. Следующее рабочее заседание состоится в ближайший вторник в 5 часов вечера в малом зале ДК «Ровесник». Приглашаются все жители нашего города, желающие принять активное участие в судьбе Заречного. На акватории Белаярского водохранилища появилось новое судно – водометный катер. Он предназначен для нужд работников Белаярской атомной станции. Как нам сообщил замдиректора БАЭС по общим вопросам Андрей Кузнецов, катер находится в распоряжении Белаярской атомной станции «Смарта». Детище Костромского судостроительного завода прибыло в Заречную по железной дороге. Стоимость судна – 4 миллиона рублей, длина – 12 метров, вместимость до 12 пассажиров. Отличительной особенностью катера является его низкая посадка, позволяющая подходить достаточно близко к берегу. Стоит отметить, что обычные горожане вряд ли смогут прокатиться на нем. Катер подназначен исключительно для сотрудников Белаярской атомной станции. Воспитанники детского лагеря «Дар» накануне побывали в роли огнеборцев. Для них в стенах 4-й школы провели День пожарной безопасности. Отряды соревновались между собой на знании дисциплины, применяли навыки на практике. Подробности в сюжете Алины Улаяновой. День пожарной безопасности для воспитанников лагеря «Дар» начался с викторины «Проверь себя». Вопросы для ребят подготовили самые разные. Как потушить огонь, что делать во время теракта и как оказать первую помощь пострадавшему. Эти нюансы дети изучали около месяца, с момента, как пришли в лагерь. Сегодня они готовы показать свои знания. Когда в квартире пожар, нельзя от коготёк на кислород будет поступать, и пожара ещё больше будет. Нужно мокрой травочкой приложить лот и гуськом выйти из помещения. Не надо брать спички, зажигалки, бензин, нигде поджигать. На следующем испытании воспитанники лагеря демонстрировали практические знания. Поведение на дорогах. Для этого в спортивном зале организаторы соорудили специальную площадку со светофором, машинами и пешеходным переходом. Один из самых сложных этапов – полоса препятствий. Здесь необходимо размотать рукав, перенести пострадавшего, перелезть под сеткой и затушить огонь. У Екатерины Бодиной, вожатой отряду «Радуга», миссия в этой эстафете самая ответственная. В свой отрезок пути она вместе с напарником пробежит в костюме пожарного. Самое сложное – это будет пробегать вот это вот по стадиону. Я бегу на пятом этапе в костюме, мне будет сложно бежать, я еще ни разу там не бегала. По результатам конкурсов отряд «Радуга» занял только третье место. У ребят вычисли штрафные баллы. На второй ступени педестала команда «Звездочки». Они набрали 22 балла. Самый высокий уровень знаний пожарной безопасности у отряда «Солнышко». Они на почетном первом месте. Победа в конкурсе не главная, говорят организаторы. Нужно, чтобы дети умели применять свои знания на практике. Итог, конечно, это повышение знаний детей. То есть все, что они не знали, они еще добывают эти знания на этих станциях. Не просто отвечают, но еще дополнительно все инструкторы, наши воспитатели, им дают дополнительный материал какой-то по каждой теме. На этом добыча знаний пожарной безопасности у воспитанников дары не закончилась. Далее их ждут учебные стрельбы, экскурсии в 35-ю пожарную часть и конкурс песен на пожарную тематику. Алина Малаянова, Антон Коряков, Иван Козырев. Детали дня. Жара в Заречном не стихнет. Прогноз погоды на завтра смотрите прямо сейчас. Информация предоставлена порталом ГИСМЕТИО. В субботу в Заречном ожидается малооблачная погода. Возможно, небольшой дождь. Температура воздуха ночью плюс 21. Днем до 28 градусов выше нуля. В воскресенье синоптики обещают пасмурную погоду. Ночью столбик термометра становится на отметке плюс 20. Днем поднимется до 23. Ветер западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба. Если вы знаете что-то интересное или очень важное, и вам хочется об этом рассказать, звоните нам. Наш телефон 71172. За самые интересные сообщения мы дарим подарки. На этом выпуск деталей дня завершен. До встречи во вторник на канале Заречный ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова